Светлые гости на Светлом радио Светлые гости на Светлом радио Его проект называется «Кедр наливаний», но для друзей он Чича. Чича, привет! Привет, Маша!» – Приветствую, зрителей, слушателей, всех-всех, всех! Всем привет! Я думаю, у нас будет достаточно напряжённая передача, потому что, во-первых, Игорь, кстати, гостя зовут Игорь, принёс сегодня свой новый альбом и знакомится непосредственно и с нашим дорогим гостем. Я думаю, это понравится всем и слушателям, и также дорогому гостю. Ну что, как у тебя дела? Ой, хорошо. А как давно ты на сцене? Ну, если считать то время, когда я еще был неверующим рэпером, то уже где-то 11-й год пошел. Как ты отмечаешь? С тортиком? Нет, честно, нет. Ну, как ты знаешь, это стало частью всей жизни. Бывает, даже просто ты делаешь, даже не думаешь, что ты делаешь. Знаешь, ты просто это делаешь. Тебе нравится, у тебя это выходит, и ты просто не можешь этого не делать, потому что ты это делаешь. Ты приходил к нам в последний раз, мне кажется, год назад, к твоим альбомам «Бог моя сила». Так он называется, да? И тогда я помню, что наши слушатели долгое время заказывали твои песни, при этом абсолютно разного возраста слушателей, также уже и пенсионного. Ты как-то смог коснуться их сердец. И действительно, вот эта твоя искренность в твоих песнях, она очень чувствуется, и она не может не оставлять свой след. Но знаешь, нельзя пройти мимо такой музыки. Можешь ли ты рассказать, что изменилось тебе за этот год? Прежде всего, я повозрослел еще на год. Вот что случилось. Я хочу сказать такую вещь, что если первый альбом писался очень тяжело, то этот как-то очень легко написался. Честно. И финансово он мне дешевле обошелся. И духовно его легче было выносить. То есть, чем больше ты входишь в призвание, тем, наверное, становится легче. По крайней мере, со вторым альбомом у меня так вышло. Два года писал, а этот буквально за год был записан. И при этом, как я думаю, качественнее, лучше, взрослее, интереснее. В принципе, я так думаю. Может, зрители по-другому думают? Не знаю. Как ни крути, а через 10 лет я уже буду старикашка, если можно так выразиться. И после себя нужно оставить поколение. Поколение таких, как ты. Поколение людей, которые потом возьмут эстафету. Возьмут то, что ты делаешь. И, может, то, что Бог прежде всего делает. И пойдут дальше. И потому сейчас, буквально вчера, мы делали презентацию такого молодого хип-хоп-исполнителя, как Джонни Раймон. Приходит понимание, что нужно не только себе помогать. Не только там я такой исполнитель. Любите меня. А нужно как-то другим помогать. Христианам, которые в этом двигаются. Если мы действительно объединимся вместе, христианский рэп на Украине очень популярный. То есть, в России его, например, нет фактически. В Штатах, да, он есть. В Европе тоже его, понятно, нет. И вот в Украине каким-то чудом есть такое понятие, направление, христианский рэп. А рэп теперь очень популярен. То есть, хип-хоп-культура, она везде. Идешь по улице, ты видишь граффити, видишь брейк-данс. Слышишь рэп, все это хип-хоп. И слава Богу, что христиане, которые идут в эту культуру, служат и несут правильные ценности. Игорь, давай немножечко поговорим о хип-хопе. Мы начали эту тему как раз перед музыкальной паузой. И ты говорил о том, что хип-хоп бывает очень разным. Бывают вот христианский хип-хоп. Чем он отличается от других песен в этом направлении? Чем отличается, собственно? Чем отличается? Окей, немного про хип-хоп. Хип-хоп был основан в самых бедных кварталах Нью-Йорка. Это Бронос, Квинс. И было интересно, что он был основан в принципе, как своеобразное пробуждение было в действительности. То есть там были очень красивые ценности. Вначале это любовь, уважение, единство, мир. То есть люди, которые основали хип-хоп, тогда было в принципе как у нас в 90-х. Были банды в каждом районе, они воевали. Там молодежь друг друга убивала. А вот такие люди Африка Бомбата, Кюрк Хэнк и другие личности, они сделали как альтернативу для этих молодежных людей. Они сделали целую культуру, в которой они могут по-другому жить. Они подарили им хип-хоп, другую жизнь. Вот и, к сожалению, он со временем превратился, вы сами знаете, во что. Деньги, алкоголь, наркотики. Короче, во что попало? Вот в принципе понятно, почему христианам это не нравится. Это грех. В принципе, это все же даже и не хип-хоп, можно сказать. То есть это уже не то, что было в начале. В принципе, христианский хип-хоп, он очень сильно сворачивает на неверующих людей. Что ж, ребята, вы же даже не рэперы. Вы не хопперы. Вы делаете не то, что делали те, кто начинал это. Плюс мы обычно говорим в принципе, я думаю, что невозможно любить без Бога по-настоящему. Невозможно иметь единство без Бога по-настоящему. Поэтому, я думаю, все эти ценности, классные, любовь, уважение, мир, единство, источником, который дает их, должен быть Бог все-таки. Ну и в принципе, христианский хип-хоп, я думаю, христианский рэп вообще поможет изменить жизнь. Есть люди, которые привыкли к другому хип-хопу, которые слушают светских исполнителей. Включаешь песню, а там все что угодно можно услышать в одной песне. Они к вам, христианским исполнителям прислушиваются, ведь такие ценности, как любовь и уважение, сегодня абсолютно не популярны. Ну, разное, разный контингент есть. И сейчас, с радостью, такое интересное время, у каждого свой, как бы... У каждого свой плеер. Ну да-да, очень много всего. Но есть люди, которые прислушиваются, например... Просто пример приведу. Может, христиане не знают. Есть такой фестиваль, как АМ-хип-хоп. Его организовывали христиане четыре года подряд. И они его сделали самым топовым в Украине. Съезжались даже с России. С Украины неверующие люди хотели туда попасть. Они качали эти единства. Они говорили про Бога. Они разные вещи делали. Вот, например, что можно сделать уровень, и люди будут слушать. Действительно, если с людьми по-человечески, то и они с тобой по-человечески. В принципе, я не думаю, что есть такой человек, который кайфует от зла. Каждый человек где-то в своем сердце все-таки хочет, чтобы его уважали, чтобы его любили. И где-то он чисто внутри начинает понимать, что ему также это делать нужно. Просто разные проблемы, можно сказать, лукавые. Каждого по-своему прессует. Загоняясь в такое положение, когда злой, когда он в депрессии, и еще что-то. Но все нормальные люди про все эти ценности скажут «да, конечно, мы за единство, мы за любовь». А почему бы и нет? Ты просто используешь этот музыкальный стиль для того, чтобы донести евангельские истины? Или же ты просто пишешь, как пишется? И скажи, пожалуйста, ты себя свободно чувствуешь в этом музыкальном стиле? У меня есть много просто стихов, как бы там у поэтов «мне 13-е минуло» и тому подобное. Но они как бы раньше, из этих стихов я делал хип-хоп-тексты. Ну типа просто читал эти стихи, но потом понял, что это немножко не тот формат. И как бы мне, если не так технично высказаться, я начал писать отдельные тексты. Конкретно под рэп, конкретно под песню. Но есть просто для души стихи. Там они не будут как рэп звучать. «Один в поле не воин» есть такая пословица. Красивая пословица. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя музыкальная группа? Твои музыканты или просто люди, с которыми ты часто делишь одну сцену? У меня есть такой друг, Сэм Флейм, Макс. Мы с ним давно дружим. Ведем служение Urban Family. Как раз для хопперов, для рэперов, неверующих. Вот, а вообще Бог как-то интересно делает. Как-то я помню, молился, «Боже, мне нужны финансы на то, на то, на то, чтобы сделать то, то, то». Но потом я понял, что Бог мне не финансы дает. Он в мою жизнь посылает людей, которые мне помогают многое делать и без финансов даже. Я хочу вам сказать, что у меня есть студия. Есть человек, который меня записывает. Я пишу за деньги, но за маленькие. То, что мы делаем, тот подход, действительно человек от Бога у меня. У меня есть студия, у меня есть звукорежиссер, у меня есть много связей с музыкантами. При этом с музыкантами, казалось бы, которые должны были бы быть к рэпу равнодушными. Какие-то рокеры, панки. Но они понимают, вкладывают в это. Более того, у меня есть даже неверующие рэперы, которые считают за честь мне дать свою фонограмму, чтобы я на ней зачитал. То есть они мне кидают ВКонтакте? Друг, послушай, сделай там, если тебе нравится. Они вообще из Запорожья. Там есть такой битмейкер Анатолий. Он как-то написал, говорит, мне так нравится, что ты делаешь. Говорит, выбирай любую фонограмму, бесплатно. Я с тебя больше ничего не буду брать. То есть Бог делает чудеса. И иногда, действительно, даже неверующие люди помогают. Несмотря на то, что ты поешь? Это как бы откровенно, это искреннее. Я не скрываю ничего. Светлые гости на Светлом радио. Ипотверт산. 20 лет. Третий гости на Светлом радио. Ипотвертян. Ипотверт несет, что ты сделаешь самую фонограмму, Ouais. Эп injustice. Игр Branch. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! 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 кросс-фана. Он верующий, но он уже дядя фактически. И вот он до сих пор несет. Его называют совестью хип-хопа, потому что он поворачивает людей на старые ценности. Их теперь нет. То есть ты хочешь этим всю жизнь заниматься? Ну, я не могу себя представить там просто как прихожанин на церкви, который просто приходит и подметает пол. Ну, конечно, если нужно, я подмету пол, не вопрос. Ну, просто как бы это не мое. Но я пытался. Был период, когда я пытался это делать. Как только я покаялся, мне там люди говорили, что это неправильно, некоторые христиане. И я действительно это заткнул где-то на два года. Я это не делал. Но потом все равно я к этому пришел. И я думаю, что это мое. Ну, просто это мое призвание. А через эти два года, когда ты этим не занимался, у тебя наверняка в сердце что-то изменилось. Ты как-то нашел подтверждение того, что правильно делать эти вещи. Я расскажу. Есть целая история. Я пытался там делать. У меня есть друг Сергей Погребня. И мы с ним как-то пытались делать прославление. Под гитару и еще какие-то песни там. Ну, там такое. Потому что я думал, поскольку рэп грех, значит прославление не грех. И потом я поехал, меня пригласили на фестиваль «Белые ночи». В тот сезон там был очень тяжелый рок. Вообще был такой рок-фестиваль. И я как бы, я люблю рок, но тогда он мне что-то не пошел. По крайней мере, тяжелый. И я сидел, сидел, слушал. Что-то не понравилось. Я пошел просто на пляж и помолился. А там рядом была кафешка. Там какая-то дискотека. Ну, знаете, как всегда. Тут, 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 тут. А я сижу, молюсь. Думаю, ну что-то такое внутри. Ну, знаете, происходит там. Рок, я от него устал. Голова болит. Пятое, десятое. Хочется музыку сделать. А оно аж кипит, знаешь, аж кипит. И тебе хочется. И тут я слышу хит. Рэп-хит слышу. И мне просто, ну знаете, как какое-то, ну просто... Как свежий воздух. Ну вот, читать хочется сразу. Я сижу, просто мне хочется читать. И я тут понимаю, ну что, не убегу от этого. Оно во мне есть. Я там его два года пытался не делать, забыть. А оно во мне есть. Только где-то ты его слышишь там. Оно где-то играет. И хочется это делать. И тогда я решил. На то время ничего не было. Ни студии, ни связи, ни денег. Вот, ну просто решил. Ну все, начну служить. Ну как бы начну делать христианский рэп. Потому что до этого я был не в христианской команде. Потому отказался делать не христианский рэп. И вот решил делать христианский рэп. Светлые гости на Светлом радио. Наш гость разрешает своим друзьям называть себя Чича. Да, а его проект называется Кедр на Ливане. Вот так мы подружески слушаем его альбом. И, конечно же, его ответы на наши вопросы. Как раз вне эфира были телефонные звонки. Наши слушатели высказывали тебе, Игорь, благодарность. Говорили, что им очень нравится все то, чем ты делишься сейчас в эфире. Игорь, я знаю, что вопрос все же всегда у слушателей есть такой. Где тебя можно услышать и увидеть? Где можно приобрести диски с твоей музыкой? Давай так без рекламы просто дай по возможности полный ответ на этот вопрос. Ну, второй альбом я не делаю на диске, к сожалению. Почему? Потому что диски сейчас не покупают. Ну, в принципе, решил сейчас просто в интернете можно найти. У меня, кстати, открылся сайт. Официальный. Кедр на Ливане.ком. Очень просто. Кедр на Ливане.ком. И там можно бесплатно просто скачать первый альбом, второй альбом. И, в принципе, сейчас я пытаюсь выйти на нехристианские сайты. Туда также сливаю альбом. Прошу об этом администраторов, чтобы как можно больше неверующих людей услышало эту музыку. И чтобы Бог что-то с ними сделал. Если в интернете просто наберете кедр на Ливане.ком или просто кедр на Ливане, думаю, найдете. Если вы хотите помочь нашему исполнителю, вы можете просто этот альбом прислать тому человеку, о котором вы знаете, что он слушает рэп или хип-хоп. Ну, просто дать как бы на рецензию, да, Игорь? Да, пусть слушают. Имеем один звоночек. Оксана, добрый вечер. Приветствую. Добрый вечер. У меня такой вопрос. Как семья относится? Как родители реагируют на такое увлечение своего ребенка? Пусть поделится. Коротко. Ребенок, делись. Ну, ребенку уже 26 лет. Ну, ладно, ребенок. Спасибо за вопрос. Спасибо за то, что слушаете. Скажу вам искренне. Скажу, вначале вообще не любили, не понимали, не поддерживали, осуждали. Вот у меня, в принципе, семья неверующая, чтобы вы понимали. Вот и смотрели на это так. Лучше бы там был инженером или врачом, или деньги зарабатывал. Сейчас они мною гордятся. Я не знаю, как это сталось, но гордятся. Даже больше. У меня отец написал тайно рецензию на мой альбом. Написал у меня на сайте. Прислал мне письмом. Я был удивлен. Приятную рецензию написал. Свои замечания, пожелания. Это до первого или до второго? Ко второму альбому. У тебя в первом альбоме есть песни, где такой текст? Что я не пишу песни про рэп и марихуану, но я пишу об Иисусе. Жизнь с Богом все меняет. Просто у тебя в песнях есть такой яркий момент. Ты все посвящаешь Богу. Слышно, что вся твоя жизнь, ты знаешь, что она исходит от Него, и ты понимаешь, что отдаешь Ему. Скажи, пожалуйста, вот в этой Личности, Иисусе Христе, которому ты посвящаешь все свои песни, что ты нашел? Ну, как бы, как ни крути, а все оно проходит. Как ни крути, а все без Бога оно пустое. И музыка. И в принципе, у меня часто бывает соблазн начать делать рэп просто коммерческий, зарабатывать на этом деньги. Но я понимаю, что хочется нести что-то большее, чем просто музыку, чтобы за этой музыкой действительно что-то стояло важное, ценное. Вот потому я делаю христианский рэп. Потому что у меня за этим стоит что-то большее. Стоит вера, стоит Бог, который действительно, я верю, могут изменить жизнь. И ничто другое просто не способно ее изменить. Потому что мы же имеем подарок, мы живем на этой земле. Это подарок. Это дар Божий. Это дар Божий. А как можно лучше прожить свою жизнь? Как не посвятить себя Ему? Свои таланты Ему? А что может быть лучше? Работа, карьера? Ну, семья там. Конечно, все это нужно. Но самое главное, самое ценное — это Он. Аминь. Сегодня с нами был Чича. Он представлял свой проект «Кедр» на Ливане. И я благодарю Тебя за то, что Ты посетил нас. Благодарю Тебя за Твое творчество, за Твой альбом, Твою музыку. Пусть Господь Тебе даст еще много песен и добрых друзей. Ну и, конечно же, новые встречи на Светлом Раде. Спасибо огромное за то, что Вы вообще существуете. Делайте это дело. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Эммануил» объединяет своих радиослушателей для служения благовестия и помощи пожилым и одиноким людям. Регулярно посещаются детские дома и интернаты. «Эммануил» — значит, с нами Бог. Вы меня восстановили жизнь. Просто, Вы знаете, не могу отрываться от Вас. Прекрасное светлое радио, которое несет столько любови, столько добра, столько тепла всем людям, кто этого потребует. Если ты не в Киеве и Киевской области, слушай нас через спутник «Сириус-4» или через официальный сайт «Радио Эммануил» www.svitlo.org. Твоя молитвенная и финансовая поддержка позволит светлой волне войти во многие дома, принести надежду и радость миллионам людей. Стань частью нашей радиокоманды! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова ์